Привет, друзья! Я продолжаю серию видеороликов, где из гаража, заваленного в хлам, пытаюсь организовать себе небольшую мастерскую. В прошлых сериях мы немного разгребли пространство для того, чтобы хоть как-то начать там двигаться. И построили стеллаж, чтобы складывать всякое. Со сборкой стеллажа проблем не возникло, но вот для того, чтобы всунуть его на свое место, конечно, пришлось постараться. В общем-то, после этого вернули все обратно, распихали всякие мелочи по углам, и вроде бы процесс идет. Затем я сколотил ящик для металла, который будет стоять под верстаком, насобирал в продуктовых магазинах картонных коробок для того, чтобы раскладывать всякое. И отправился разбирать накопленное добро, но уже более серьезно и тщательно. По итогу гараж преобразился, и лично мне в нем стало находиться гораздо комфортнее, хотя до финала еще далеко. А в прошлых сериях у гаража даже появился свой бюджет, потому что я продал пару полезных, ненужных штуковин. И я понял, что по углам больше распихивать смысла просто не имеет, и необходимо строить хранилище. И мы поехали за металлом, чтобы строить много-много антресолей. И, конечно же, мне очень сильно повезло, и мы попали на день подорожания металла. И в связи с этим в бюджет это все не то, чтобы прямо уложилось. И чтобы восполнить финансовую дыру, я поехал сдавать печатные платы. И мне даже хватило на то, чтобы купить емкость для рукомойника. В общем-то, фронт работ немалый, и пора приступать. Хочу вас предупредить, что я понятия не имею, как строить мастерские, и никого этому не учу, а просто-напросто делюсь с вами своей историей. В общем, друзья, следующий день, лето-жарище, я весь потный, соответственно. Кондер пока что на данный момент я не включаю, потому что немного подпростыл, но при этом дверь на улицу не могу открыть, так как комары налетят. Сейчас я выставил уровень себе. Уровень у меня идет вот полоска, и она идет вдоль вот ворот. Чтобы не ниже ворот вот эта вот была антресоль, сначала вешаем над воротами под листовое. Вот, соответственно, сделал себе уже пометочку, что вот досуды будет эта антресоль, что туда закидывать прям много. Будет прям тут такой домик над воротами, метр двадцать. Я уже, честно говоря, даже начал саневаться, что мне нужно действительно настолько длинный карман здесь. Но посмотрим, посмотрим, если что укоротим. Сейчас с вами идем за маркером и прям по стене отмечаем. Я думаю, что маркер имеет смысл отметить, чтобы уровень не держать, потому что потом мне просто будет неудобно. Здесь отметим маркер. Отлично просто пишет по штукатурке. Уровень надо вырубить. Ну и, в принципе, маркер видно. Этого, в принципе, мне достаточно. Вот полоска. И на этом пошла работа. Как обычно, совершенно ничего сложного. Я сначала креплю углы на стену, чтобы потом на них положить продольные металлические профиля, которые и образуют из себя антресоль. Кстати, уголок, использую из полки, снятый в прошлом видео. Все-таки металл дорогой, его не потранжирить, поэтому максимально оптимально его используем. Кстати, очень сложно передать словами, насколько приятно работать на сверлильном станке, если до этого ты подобные же операции выполнял дрелью. У меня сверлильный достаточно давно, но, тем не менее, я все еще помню, насколько было плохо без него. И самое главное, что на станке, в отличие от дрели, даже если сверло немного тупое, то оно все равно неплохо сверлит. В общем-то, время работы уменьшается, а удобство ее увеличивается. Лично я привык сверлиться в металл на низких оборотах, порядка 600 оборотов в минуту у меня тут стоит. Уж не знаю, насколько это правильно или неправильно, но мне так максимально комфортно. А вообще, наверное, уже пора на досуге на эту тему почитать, какие материалы на каких оборотах нужно сверлить. Потом снимаю заусенцы с помощью сверла большего диаметра и вытираю масло. В последнее время по поводу СОЖ я вообще не парюсь, все-таки у нас тут не такие сложные операции, и просто мажу место обработки автомобильной отработкой. Возможно, это не совсем правильно, но камон, мы живем в России и на всем экономим, поэтому сойдет. В том месте, где я вешал первый угол, у меня еще стена оказалась кривой, как-то я этого не заметил, но решил, когда буду крепить, у меня угол к стене притянется и примет нужную форму. По крайней мере, раньше я так делал, и оно всегда катило. С перфоратором, конечно же, тоже ничего с первого раза не получилось. У меня вообще было все время ощущение, что гараж сопротивляется и не хочет, чтобы там наводили порядок, и тем более, чтобы из него строили какую-то там мастерскую. В итоге, нужного мне для работы бура просто не оказалось. Всех остальных по три, по пять штук, длинные, короткие, большие, маленькие, а вот нужного мне просто нету. А так как на дворе ночь, то пришлось вызванивать друзей, которые еще не спят, и ехать к ним за буром. Далее я уже начал прикручивать свой первый крепеж антресоли к стене. Конечно же, с момента начала работы уже прошло часа три, но я уже прям такой вдохновился и такой думаю, ой, сейчас-то дело попрет, потому что у меня все, процесс налажен. Но не тут-то было. Я, друзья, не знаю, зачем, кому этот крепеж делается, но из шести, блин, крепежей у меня просто три сломались под самый корешок. Вот что с этим делать? То есть это сейчас только откручивать, сверлить новые отверстия и пытаться и надеяться, что другие болты, винты эти не сломаются, не отломятся просто-напросто. Ну что, друзья, первое крепление я закрепил, пришлось снять, пересверлиться. Еще пару крепежей у меня обломалось. В принципе, как бы держится. Причем, ну, на самом деле, держится хорошо и шанса свалиться у него просто нет. Ну, все пошло не так, как я хотел, опять же. Вижу! Вижу твою судьбу! Доминоторо рассказали мне о тебе все! Будешь ты и всю жизнь у меня! Я и без всякой гадалки знаю, друзья, что всю жизнь у меня будет стабильное напряжение в сети переменного тока, потому что я приобрел стабилизатор от компании SunTech. Огромный выбор стабилизаторов различной мощности, как релейного, так и механического и, конечно же, тиристорного типа. Цены очень лояльные, но вы сами можете зайти к ним на сайт и убедиться в этом. Еще имеется лабораторный автор-трансформаторы как однофазные, так и многофазные. Лампочки, удлинители, все очень качественно и крутое. Так, а кто ж теперь эту цыганскую всю мишуру будет убирать? И куда делась цыганка? Одна висит, вторая висит. Сейчас будем зачищать и приваривать распорки между ними, из которых, собственно, полки у нас и будут. Немного зачищаю краску, чтобы подвариться, а то потом это делать будет просто неудобно. И закидываю первую перекладину на антресоль, конечно же, предварительно все замерив, отпилив и подготовив. О, подошло! После этого мне необходимо убедиться в том, что данный размер у нас универсален. Или не универсален, неважно. Просто нужно об этом знать заранее и предпринимать какие-то меры, а то вы помните, что у меня стена там немного угла давала. В общем, вроде как все подходит. Поэтому первую перекладину уже по размерам выставляю и фиксирую ее магнитными уголками. Ну что, друзья, сейчас будем варить. Хрен знает, что из этого выйдет. Сварщик из меня такой себе. Я обычно варю там в тисках, когда все зажато, идеально обточено. И такое, честно говоря, для меня сложно еще и на табуретке стоять. Ну, как бы деваться уже некуда. Тут и деваться, конечно же, некуда. Да и начинать учиться варить в неудобных позах тоже уже пора. В общем, друзья, прикол еще на самом деле в том, что эти бл***ки балаклавы, которые продают металл, продают металл кратно 6 метров. А мне нужно 3,40. И, соответственно, то есть я какую бы длину не хотел, я все равно должен купить 6 метров. Что получается? Что у меня есть палки по 3,40 в количестве 3 штук. И в количестве 2 штук у меня есть палки по 2,60. И, следовательно, нужно из двух сварить одну, точнее, из трех сварить две. Вот. Но самое интересное, что там, где продается металл, есть обрезки, там, например, по 2,20, по 2 метра, по 3 метра. То есть они кому-то избранным режут, но не всем, к сожалению. Чтобы ровно сварить, вот я уже приготовил коротенькие, в принципе, снял с них фасочки, потому что здесь нужно сварить прочно, а не насрать, как там я сделал. Ну, там, в принципе, прочно все. Вот. Следовательно, у меня что получается? Нужно прочно сварить и, прежде всего, ровно. Но так как я буду уже там не на весу где-то варить, а на земле, то, в принципе, как бы с этой задачей я справлюсь. Насчет прочности, а насчет ровности я придумал, в принципе, следующий фильм. Я возьму ровную, красивую палку и на нее прям ее положу вдоль. И на нее положу два моих пуска, которые я буду сваривать. И она направит меня, я, по крайней мере, на это надеюсь, и не даст мне никуда ошибиться. Но сработает это или нет, в принципе, посмотрим. Потом шлифану шов и вообще все, будет ништяк. Магнитики я не зря покупал, я надеюсь. И ждал долгий момент, когда они все-таки мне пригодятся. Наверное, этот момент настал. Ну и думаю, так оно примерно и будет. Приншов получился, я даже не проварил. Сам не верю. Сейчас немного остынет и проварим другие стороны. Надеюсь, камера от этого не сдохла. Не, все, друзья, на самом деле, все отлично. Я вот сейчас немножко приварился за кадром и все, швы отлично и получаются. Может, не супер красивые, но прочные. Я ничего не прожигаю. Так что я у мамки сварщикой сейчас вот первую трубу доварю, ну и потом за кадром вторую вместе доварю. Но справедливости ради все-таки хочу сказать, что профиль ровно мне остался. Я просто не сразу это заметил, а его немного увело. Все-таки я решил свое родство сварки немного подзачистить. Не везде получилось красиво. Ну а дальше у меня пошла достаточно простая рутинная деятельность. Все идет, так сказать, по некому выработанному шаблону. Отрезал, накинул, приварил. Следующую нарастил, накинул и снова проварил. Кстати говоря, за счет всей вот этой вот гаражной летной деятельности я даже более-менее варить научился. Но опять же, как научился, не то чтобы прям красиво, но зато прочно в любой позе и под любым углом и совершенно без проблем для меня. По итогу, друзья, все пять перекладин у меня накинуты на свое место уже и проварены, но проварены только с одной стороны, вон там вот. Ну есть одна проблема, конечно же, без нее никуда. Несмотря на то, что у нас профиль металла 40 на 20 и 40 стоит, как сказать, ребром, не дает прогибаться. Но перекладины все равно достаточно длинные и если на одной из них повиснуть, немножко ее вниз потянуть, то она, конечно же, начинает уже играть и прогибаться. Понятное дело, что если у нас антресот для листовых материалов, то мы туда лист положим и нагрузка будет по площади автоматом распределяться по всем перекладинам. А также понятно, что со временем в этом гараже все равно туда сверху что-то залетит не листовое. Поэтому нам просто необходимо объединить все перекладины в единую металлическую конструкцию. Буду объединять их с помощью уголка. Вот вы видите, что у меня между уголком и магнитом металлическая проставочка есть, потому что угол у меня своей плоскостью отбивает плоскость антресоли. А вот эта вот соединительная проставка должна быть немножечко ниже, для того, чтобы ничего не цеплять и никому не мешать. Для начала я закреплю все на точке, чтобы просто держалось как-то, а потом уже проварю. Ну и противоположный край я не проваривал самой антресоли, для того, чтобы в случае чего немножко скорректировать неровно отрезанные соединители. И вот в следующем кадре уже у нас видно, что две объединенные перекладины стали прогибаться гораздо меньше, чем одиночные. Ну что, друзья, я наконец-то все проварил, все соединил. У меня получились вот здесь вот две полоски. Вот эта полоска как-то более-менее ровно пошла. Тут есть небольшие отклонения, но на самом деле как бы вообще не критично. Швы я обобью еще нагар, в принципе, там, ну опять же, по красоте я не варю, но все очень прочно сварено. Еще теплые, кстати говоря, прогибаться стало значительно меньше она, потому что все в монолитном соединилось. А вот здесь она, ну, мало сказать, что она чуть-чуть ушла в сторонку. Скорее всего, она пошла просто по... Вот. Ну, как получилось, так и получилось. Как бы я не вижу смысла переделывать. Проваривал с двух сторон, но только нижнюю часть уголка. И уже верхнюю часть как бы не стал, потому что это уже избыток излишек. Ну, и вот такая вещь получилась. Опять же, по жесткости оно реально стало жестче все. Прогиб минимальный. То есть, вот я прям сильно давлю, он не прогибается. Почему? Потому что оно все соединено вместе. И когда я один пытаюсь прогнуть, прогибается и сопротивляется, соответственно, моим усилиям, все пять перекладин. То есть, вот так получилось. И теперь мне нужно проварить вон там вот. Так что сейчас разгребаем кучу. Накрываем счетчик и коробку вообще распределительную. И счетчик-то у меня на улице мокрой тряпочкой. И, в принципе, провариваю. Я думаю, ничего нового нет. То же самое, что и вон там. Только времени это займет. У меня, естественно, не пять минут, а достаточно прилично. Теперь же мне предстоит после полной проварки всей этой конструкции обстучать весь шлак. Конечно же, на оболгарку какую-нибудь щетку одену и тоже пройдусь. Хотя совершенно точно, что я отказался от идеи, чтобы швы обработать механически и сделать их красивыми. Все-таки в данном месте это совершенно лишнее. А так буду ходить, смотреть, и у меня будет появляться стимул научиться варить еще лучше. Вы, кстати, сейчас на ускоренной съемке можете наблюдать, как в гараже после сварки движется черный дым. Вот таким вот приходилось дышать, а впереди у нас, между прочим, на сегодня еще и покраска запланирована. И далее у нас с вами этап покраски идет, потому что это все вроде бы как подсобрано, вроде бы как все приобрело свой, ну, не то чтобы прям совсем финальный, но более-менее финальный вид. И к самому процессу покраски я решил особо сильно не готовиться и не заморачиваться, а просто смел с железа, песок и там всякую пыль, которая успела налететь за время работы. Обычно в дальнейшем персонажи, говорящие и подобное, об этом жалеют, но, по-моему, уже прошло более двух месяцев, в принципе, там и сыро было. Пару раз после некоторых моих манипуляций, но, тем не менее, сквозь краску еще ржавчина не пролезла, да и не так уж много на металле этой ржавчины. В общем, я еще не пожалел, посмотрим, как краска переживет зиму. Это я перчаткой, типа, почистил перед покраской, на самом деле, у меня там грунт, эмаль, поржавчине можно красить, поэтому я просто так от абразива, от песочка, там, где это лежало, почистила и будем сейчас намазывать. Ну и все, друзья, начался процесс покраски, была дурная мысль изначально куликом пройтись, но потом я понял, какой масштаб обклейки мне предстоит, или же потом, что у меня все будет в гараже в краске, я отказался и решил кисточкой аккуратненько, как бы, вот это все обойти. Хотя, на самом деле, думал, что покрашу прям буквально минут за 10, но на это ушло час с небольшим. Данная ночь у меня получилась какой-то супер токсикоманной. Я там и пилил, и точил, и сверлил всем этим, надышался, потом сваркой надышался, и под конец весь этот набор добавил запахом краски, который я вот пока красил, больше часа все это время вдыхал. В общем-то, друзья, адресорку я покрасил, все у нас получилось, в принципе, неплохо, небольшие потеки, сейчас мы как раз уже скотчик снимем, потому что течь перестает, ну и, в принципе, как бы более-менее адекватно. И с этой стороны. Какая здесь я из кусков вклеил. Ну, как бы глянцевый черный цвет. На самом деле сейчас это все подсохнет, и вот эти вот даже косяки какие-то по сварке, то, что у меня соединяющие элементы вот эти неровно расположил я, они все подскроются, я думаю. Вот, но потом уже будем смотреть, будем делать, может быть, даже второй слой придется нанести. Но на часах время 6 утра, и я, наверное, отправляюсь спать. Ну, что же, друзья, на сегодня на этом все. В следующей серии мы будем строить вторую антресоли. Там, на самом деле, процесс получился, ну, прям интересный-интересный. Не знаю, когда выйдет, потому что, в принципе, уже все отснято, но монтировать прям крайне не успеваю. Надеюсь, в конце этого месяца, как бы, должна появиться. Я с вами прощаюсь. Лайк, подписка, комментарии. С вас, естественно. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok